Вчера опубликовано, что один из величайших софторов поколения, Мочный Федерфирш, называется «Отцом мира Торы». Он провозгласил, что если военные действия будут продолжаться, то надо будет отменить каникулы на Пейсах. Меня-то немножко поразило вначале, я не слышал самого его, я слышал то, что он сказал. Почему меня это поразило? Пол говорит, что тяжелая учеба, пусть еще добавили неделю вначале. И вроде бы война ведет только на тихом огне, так, сравнительно. Ну, я знаю, у меня сегодня в внуках, получается, вешиве, в таком же с трудом шевелиться от усталости. Нет, просто я не говорю, я говорю, о тех-тех, это практически всем, мне кажется, серьезно. И тут всегда есть какие-то военные действия. Я тут много лет, и то, что, так сказать, такое понятие, в израильской армии называется «батаж». Это, например, слово «бетахоншотеф». Это обычное, так сказать, охранное военное действие. Вторая Ливанская война, она не называлась войной, она называлась «бетахоншотеф». Постоянно, так сказать, того. И я понял, насколько я неправ. Еще есть очень принципиальная, глубокая, и надо в этом разобраться. Особенно сейчас. Если немножко вдуматься, то, что происходит, мы здесь строим последние полгода, реально эти воденные действия продолжаются уже пять с половиной месяцев. В первый день Симхат-Тора погибло пол тысячи четыреста человек. В боях, не в боях, погибло около трехсот солдат. И еще погибло меньше трехсот солдат, обязательно за все пять месяцев. Бои там тяжелые, это не игрушки. Они в катакомбах, в городе, колули за каждым углом. Это не обстрел с авиацией, когда нет противовздушной обороны. О, нет, это все не так. Она вообще с рукопашным лицом к лицу. И я просто объясню, как я эту вещь понимаю. Человек, понимающий силу Торы, понимает, что эта сила Торы охраняла и хранит наш народ, и хранила и солдат, и давала силу им воевать. Два действия. Охрана и то, чтобы силу воевать все это времени. Конечно, это не было стопроцентными чудесами, чтобы не было ни одного погибшего. Но это... Надо просто понять, что если дневную войну, как было шесть дней, погибло почти 700 человек солдат, тут за пять месяцев сортировал их боев. Ситуация другая. То же самое в Анамике Пуры, в Анамике Пуры, в Анамике Пуре первое. То есть это... И тут, конечно, для нас, это требует от нас больше и лучше понимать и ценить собственную учебу. Собственную учебу. Хочу тут еще коснуться еще одной темы, в общем, принципиальная тема. Есть Масагат Магила на Скоро Пури. Такая тема, что Ермияву предсказал, что изгнание из Вавилонска продолжится 70 лет. Вопрос от чего эти 70 считать? Начало изгнания? Еще было три варианта расчета. И это знали и Вавилонские цари. Это знал Эхашмирош, рископорочества. И с Пурищицами делать нечего. Но какие-то даты, которые они вроде бы указаны были, они прошли, вроде не было освобождения. обычно пишут ровяку гривенскую замечательную вещь. Действительно, у пророка эти вещи очень неясно написаны. От какого времени отсчитаны даты? Не написано. Может, так, можно иначе. Он говорит, что могло исполниться и самая ранняя дата. Если бы наш народ не поклонился идолу во времена Абхадессора, мы были бы освобождены уже, если бы вели себя как Ханани, Мишель и Азария, которые пошли на смерть, но не поклонились идолам, это было бы всего народу то вернулись с первой датой. Это не произошло. Вторую дату, когда Ахадзар увидел, что проходит эта дата, и тоже нет освобождения, он организовал свой пир. Тоже ошибся. В чем буду сказать пир? суть пира была, что прочество неверное, сейчас мы уже все захватили, и он, как известно, наших комментаторов Хашпирошим обрядился в одежду первого священника, взял храмовую посуду, и где надо было пить и есть всем гостям. И известно, что была одна из причин тяжкого постановления Омана Хашпирошим, этот пир, потому что евреи в этом участвовали. Великие сосуды, сосуды, сейчас не важно. Короче говоря, известно, что одна из причин посуды, посуды, в пуре, это было то, что получили удовольствие от этого пиршества евреи. И Амгалинский предуполк сказал посуды, 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 это было празднование неисполнение пророчества со стороны Хашпироша. Корресемлеи в этом участвуют и признают, что пророчество не исполнилось. Это была очень тяжкая вещь. Я подумал про себя некоторую аналогию к этому сегодня. Знаете, хочу же вы очень хорошо поняли. На одном из собраний раввинов в Восточной Европе, примерно сто лет тому назад, выставил какой-то раввин, не реформист, не консерватор, хороший, хоршеврный раввин и сказал, что для нас Тора как воздух. Как воздух для жизни, так для нас Тора. Встал Ворг Верлайвич отглуговающего каменец с основанием протеста. Тора это не воздух для жизни, он сказал, Тора это сама жизнь. Это ясные, простые места в Торе, где называется, что Тора это жизнь. это не просто такое какое-то нарабочение рожжевика каменец. Есть сейчас поползновения, все те силы, которые все годы подстрекают, пытаются против всего еврейского, они сейчас заново пытаются подстрекать к призыву сегодня коварной. Я вам скажу откровенно, и давайте эти вещи просто поймем, я сейчас не буду говорить о них. этих людей, которые не знают истории Всевышнего, для них это какие-то библейские сказания, которые напоминут их Всевышний и вернут их к Торе. Я не о них говорю, вещь совершенно другая. Я помню, мне сказал один из наших сотрудников на следующие дни после начала войны, после Сибхата Тора, что какое-то количество ешеботников они сейчас пошли в армию, просто как-то в такая ситуация, так и пошли в армию. Я был просто в ужасе, Самое худшее, что было, может, могло только быть. Я мой сын потом успокоил, что это были не ешеботники, не были в черных кипах, но не были ешеботники. В чем проблема? В чем проблема принципиальная? это признание, что Тора это не наша жизнь. Это признание, что это может быть очень красиво, очень интересно, очень важно для нашей иностранной гордости. Это очень вещи глубокие, но это не сама жизнь. Станется вопрос, а что по-своему, что-то поймем. Главный сифарский раввин, Рависок Иосиф, очень рассердил здесь многих людей полторы недели назад, кто сообщил, что армия воюет в силу встречающих тору, если будет призыв в армию, надо собрать чемоданы и уехать в Венгрию, в другое место, неважно куда. Это всех очень сильно разозлило. Я вам скажу одну вещь. Он получил поддержку великих универсов торы и сказал ему Авсфи Бергман взять старейшего Лава Шива сегодня, Авсфи Бергман взять Авсфи Шаха, его тесть скажет то же самое. Эти люди думают, что не понимают одной вещи, что тора это сама жизнь. Что важнее может быть тора или ратисроли. Понятно, что тора, но вещи не такие, не так ставятся. Есть тора и все ратисроли, нет тора это ничего. Нет ничего. И это то, что надо нам самим хорошо понять. и с этим жить. А если мы с этим не живем, то это проблема. То есть, как говорят по-русски, все, кто не учит тору, взятки гладкие. Что мы хотим от них, мы сами так не живем. В частности, у нас сейчас финансовое положение Братисхак оставляет желать очень-очень больших улучшений. Я же подумал было, что на каникулах мы обычно устраиваем учебу со стипендиями, может, окна, раз мы это не сделаем, так как нечем платить. Подумал, что надо доделать, потому что это наша жизнь. А деньги, а деньги придутся, можно помочь. давайте просто еще раз взглянем на эти события. Мы сейчас перед Шаббат схор. Шаббат схор, вспоминаем, что сделал нам Олег, что Олег пришел из-за того, что ослабели наши руки в учении Торы, и чтобы ослабили еще больше. То есть, все наши ненавистники получают силу от того, что мы плохо держим все за то, это именно время к нам укрепить все в той. Помню, что когда в светской России сверпствовала еврейская секция ВКПБ, начиная с Троцкого и Махеш Мауазихова, то об этом говорил Роберхон Арбасаман, великий мудрец и праведник Роберхон Арбасаман, глава Ишти Оль-Оль-Той Робранович, он говорит, что вообще-то говоря, надо было пойти с ними воевать, как с самолеком. У него еврейскую секцию ВКПБ, у нас нет сил воевать, некому воевать. Что можем доделать? Надо укрепить себя в Торем, что это, потому что когда Тор ослабевает, это дает силу Амалека. А тем, что мы укрепляем себя в Торем, это тоже подрывает силу Амалека. Это надо хорошо понимать, и я сейчас не имею в виду, что не надо веселиться на Пуре, надо веселиться на Пуре. Сейчас надо веселиться и знать, чтобы заново принести Тору в виде чудеса Пурема. И мы сейчас идем от Пурема к Пейсуху. Известно, что мы в этом году делали пули во втором одаре, не в первом. Почему? Потому что сказано, чтобы были смежными два освобождения Пулема и Пейсуха. Мы двигаемся к Пейсуху и, как известно, наш народ вышел из Египта, потому что ради получения Тору на горе Синай, потому что тоже послал Всевышний Моше фараону, а своди народ мой и пусть они послужат мне. Шлахетамива я в Дуни. Что еще послужат мне? Ведется в Ду поедет на горе Синай. То есть весь Пейсух, он по-большому счету нацелен на шабуот. Нацелен на шабуот. для нас для нас самое принципиальное укрепить себя в ощущении, в понимании, что Тору это наша жизнь. Мы это можем понять только-только, если мы будем хорошо и серьезно учиться. когда человек хорошо учится, серьезно вникает в учебу, когда он обретает веру и доверие к Всевышнему и носитель его Торы к мудрецам Торы, то это он ощущает себя и Тору Всевышнего как единое целое. Это не так просто, но требует работы. Это называется еще на закет самой Торы когда слова Торы у нас укладываются в сердце, во шивот и во веху. Нам необходимо исполнить для себя шивот и во веху касается важности Торы. Это то, что подрывает и подрывает и подрывает и подрывает сила молеки, которые сейчас проснулись в этой строительной. Это то, что ради этого мы были освобождены из Египта и ради этого мы получаем освобождение сейчас. И напомню еще одну вещь. Мы сегодня говорили о том, что освобождение из Вилонского пленения, у него была дата 70 лет. Эта дата, у него было несколько вариантов, как ее 70 лет понимать. И говорит Равгаринский, что это не было ошибкой, просто, что ранняя дата. Просто этой даты не удостоились. Угаринский еще очень интересную вещь. В книге Даниэль, а после книги Даниэль еще книги Зоов, и всевозможные названные всевозможные даты окончательного избавления. Их дат их много, их не непонятные, и вручать уже прошла. Он говорит замешать, он сказал замечательную вещь. Эти даты они не стопроцентные, в том смысле, если мы бы заслужили добростроиться окончательного избавления. А если нет, то надо еще будет придется подождать. Подождать это не так легко. Поэтому конечно укрепление Тору у самих себя, укрепление всех тех, кто изучает Тору и распространяет Тору, потому что свет Тору обращает людей к Всевышнему. Моруша, Батойра, Макзир, Лемутов, свет Тору обращает человека к добру. Это есть наши заслуги. Перед наши заслуги уже стоят окончательного избавления и конечно делать это счетчевой. Надо себя исправлять. Это наша замечательная задача в ближайшее время. И в частности завтра у нас пост Эстер. Надо понимать важность этого поста для молитвы, для укрепления себя, качувы. Кроме того, я открою вещь, которую, может быть, вы не знаете, святые Днипурина. Я объясню, что святые Днипурина. У человека есть такое желание немножко расслабиться. Все гуляют. я не против, люди василиз на Пурина. Из-за этого митва я ничего не имею в виду. Но есть все-таки, кроме этого, есть и в Пурина заповедь, заниматься торой, заповедь молиться. Что касается молитвы, то я слышал лопинку с этой Горитвы не раз, сказано, что наполим. Каждый, кто протягивает руку, дают ему. То же самое касается, если мы протягиваем руку к Всевышнему со всеми нашими бедными проблемами. И вас многие нуждаются в хорошей паре, что можно создать еврейскую семью, что действительно достоинство еврейского потомства. Об это время молиться. Это особенное время. Это ответственно завтра пост стэр, это дни пурима. И можно найти на все время. Я вам скажу, у меня пурим это очень напряженные дни. Я занимаюсь матаной сибьей не помощью бедным. Я практически не пью, пока не кончаю. Занимает несколько часов тяжелой работы. А до какого времени? Ну, это как по-разному. Я стараюсь кончить до двух. До двух. Это огромное много сил забирает. И до этого практически не пью. Можешь успеть на пурим, кроме того, как пить. Заповедь ценно и хорошо. Еще напомню, что касается пить на пурим, надо уметь пить. Надо уметь пить. Что надо уметь пить? Объясню вам. Надо уметь пить, чтобы не нарушить ни одного закона тору или мудрецов никого не обидеть. Тот, кто так умеет пить, может пить много. Тот, кто так пить не умеет, выпить на пол стаканчика больше, чем в празднике, исполнить заповедь паромо. Пойдет спать, не спать с другою. Главное вообще для всех нас увидеть чудо спасения нашего народа, как зло обращается в добро во тысячи лет. И благодаря Всевышнего надо читать могилу с ощущением слушать ее, кто-то мечтает, а слушает, ощущение благодарности за те чудеса, которые дошли в событиях Пурина и с благодарностью за прошлое. Есть у нас много прошлого, кроме событий Пурина. То, что мы сегодня занимаемся Торой, это причина великой благодарности Всевышнему в развитии о будущем, облачательного избавления в скорости. Об этом говорится нашим мудрецам уже скоро Песах через две недели с кусочком начинается весить Ниссан, сказано о Ниссане, чтобы Ниссан не голу, Ниссан были освобождены, и в Ниссане будут освобождены. Дай Богу, расстроится уже в скорости и сейчас. В этом году, это уже будущий год считается, в ближайшее время уже стоит собраться всем в отстроенном Иерусалиме, в отстроенном храме, когда все наши ненавидники или сгинут или сделают чего. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok